И с 1100 года, примерно до 1600 года, это эпоха кодификации Талмуда. Кодификации Талмуда. С 1100 до 1600. С 1100 до 1600 год. Первый такой был Раши. Раши, рабе Шлома Ицхак, жил во Франции, писал на иврите. И он создал комментарии, которые получили название Тосафот. Раши создал замечательные комментарии, которые понятны даже ребенку с 5-летнего возраста. Почему? С 5-летнего возраста начинают изучать Тору. Сейчас у нас раньше было образование с 7-летнего возраста. Сейчас, видите, все приближается к еврейскому мыслению. Потому что еврейское образование начинается с 5-летнего возраста. И в то же время, эти замечательные комментарии, можно найти много хорошего и полезного в любом возрасте человеку. Поэтому Раши написал комментарий, который известный под названием Тосафот. Начал он, а кончили его внуки. Потому что у него были дочери, помните, я вам говорил, которые хорошо разбирались в истории. И с детьми, которые не очень хорошо разбирались в истории. И дочери продолжали писать комментарии. Но слава кому застался? Здесь явно, да? И внуки уже закончили этот большой труд. То есть, три поколения над этим трудилось. И вот эти вещи, комментарии называются Тосафот. В 1100 году Алфа-Си, Алфа-Си, это раб Исаак Алфа-Си, жил в Северной Африке. Писал на иврите. Итак, Раши жил где? Во Франции. Написал комментарии, да? Которые получили название Тосафот. Алфа-Си, Алфа-Си жил в Северной Африке, в городе Фес. Не Эфес, а просто Фес. Отсюда, наверное, Фески, шапки, которые носят в этом городе, да? Поэтому он получил название Алфа-Си, значит, из Феса. И он написал на иврите. Да? Сефер-Галахот, книга законов. Сефер-Галахот, книга законов. Следующий, 1200-й примерно год. Я вам пять даю примерные цифры. Да, 1200-й год. 1200-й год. Маймонит, арабе, маше, бен, маймун. Жил сначала в Испании, потом он из Испании переехал в Египет. Каир, значит, арабе, маше, бен, маймун, или маймонит. Да, родился в Кордове, в Испании. Это вторая главная кодификация Талмута. Тоже написано на иврите. Называется Мишне Тора. Значит, Алфа-Си, книга законов. Маймонит, Мишне Тора. То есть, повторение Торы. Написано на иврите. Начал он свою жизнь и работу в Испании. Закончил в Каире. И третья такая основная кодификация Талмуда. Что я еще раз говорю, кодификация. Значит, разобраться в Талмуде стало практически невозможно. Для того, чтобы найти, как применять какой-то закон, надо было обсуждать в Академии, три года ждать и так далее. Но надо было людям разбираться на месте, правда? Да. Поэтому нужно было конкретно написать, что делать в таких случаях, таких и таких. Поэтому начали вот так делать. Первым был Раши, который разобрался с Торой. Потом Алфа-Си. Это первая кодификация Талмуда. Потом Маймонид. Это вторая кодификация Талмуда. Алфа-Си. Сефер-Галахот. Маймонид. Это Мишна-Тора. И 1600 год. Йосиф Каро, который родился в городе Толедо в Испании, а закончил свою жизнь в городе Сфат. Йосиф Каро. Он сделал третью кодификацию Талмуда, которая называется Шулхан-Арух. Шулхан-Арух. Накрытый стол. Но так как он жил в Толедо, это где? Испания, да? И мы говорили о двух традициях. Ашкеназской и испанской. К этому времени она уже значительно отличалась. Поэтому Ашкеназы придумали еще добавление. Шулхан-Арух накрытый скол, да? И есть еще скатерка. К нему. Мапа называется скатерть. Ну, а дальше до сих пор в основном опирается на вот эти все комментарии. Более всего такого, особенно нового, создано не было. Итак, с Гелеля начинается эпоха Танаев. Тана-Им. Тана-Им. От, да. Тана, единственное число, множественное, Тана-Им. Так называли людей, посвятивших свою жизнь изучению Торы и передачи ее следующим поколениям. Тана-Им по-русски, да? В поеврите единственное слово Тана, множественное Тана-Им, это люди, которые посвящали свою жизнь изучению Торы и передачи ее следующим поколениям. Слово Тана-Им означает два значения. Первое – учащийся. Учащийся. Первое означает учащийся, так называли мудрецов эпохи Мишны. Второе значение появилось после 220 года нашей эры. Это человек, который запоминает Мишны наизусть и излагает их ученикам в бейт-мидраше. И такой Тана-Им, это был как бы специалист, к нему обращаются с вопросами о том, что говорится в Мишне по той или иной теме. Значит, слово Тана-Им имеет два значения. Первое – учащийся. Так называли мудрецов эпохи Мишны. И второе значение после 220 года, после того, как Мишна уже была, были люди, которые запоминали Мишну наизусть. И могли ее толковать. Их тоже называли Танаи. Ну, я же говорю, Тана. Тана – это слово единственное. Это человек, который посвятил себя изучению Торы и передачи следующего поколения. Да, Тана-Им. И имеется два значения. Во-первых, это те, которые с первого года нашей эры до 200 года нашей эры писали Мишну. А второе – это уже после 220 года, когда Мишна была закончена, эти люди уже ничего не писали, не придумывали, а только объясняли людям. Объясняли людям. Кто-то вопрос был какой-то, да, вот он объяснял. Хорошо. Значит, Мишна где писалась? В Вавилоне? В Исраиле, да, в Иудее. Ну, в частности, вот эти учителя в городе явно. Ну, первым, первым таким, все-таки, человеком, который начал этим заниматься, это был Гелель. Потому что, помните, мы говорили, что Гелель придумал целую систему, да, целую систему толкования Торы. И именно в время Гелеля возникают такие галактические мидраши. Помните, мы говорили, что слово мидраш, да, это исследование, и первоначально это были проповеди. Но именно в эпоху Гелеля и Шамая возникает именно мидраши, как вид литературы. Еще были вещи, которые не вошли, не вошли в Мишну. Не вошли в Мишну. Их стали называть барайта. Барайта или внешняя Внишна. Барайта или внешняя Мишна. Это различные толкования, которые не вошли в Мишну. По какой-то причине. Так. Еще раз четко. Мишна – это что? Галаха и Агада, да? Галаха – это считается закон. Для нас, мессианских евреев, это является законом? Нет. Мы можем на это опираться, да? Как сказал апостол Павел, все исследуйте, исследуйте все. А что держится? Хорошего. Потому что не всегда там есть хорошее. Многие вещи там от Бога, а многие вещи просто являются результатом толкования. Да? И вот первым таким человеком, который всерьез занялся толкованием, это был Гилель. Помните, мы говорили? Он придумал несколько принципов толкования, но ему никто не верил. Потому что у него не было еще авторитета. И тогда он сказал, а вы знаете, вот такой-то авторитет, сказал так. И тогда ему поверили. И тогда ему поверили. Хорошо. После смерти Гилеля кто стал головой? Да? Кто? Гамли-эль. Гамли-эль. Да. Гамли-эль. После Гамли-эля кто был? Шимон бен Гамли-эль. А после него, вот еврейская особенность давать внукам имена деда. Да? После Шимона был Гамли-эль второй. Гамли-эль второй уже работал в городе Явны. И он являлся уже конкретно, так сказать, одним из директоров тогдашней школы. Хорошо. Мы говорили об Иоханане Бен Закае. Да? Иоханан Бен Закае, который в гробу был вынесен из Иерусалима. И первый попросил открыть эту школу. Да. Но они надеялись, что храм будет скоро возрожден. Поэтому Иоханан Бен Закае и его ученики, они записывали Тору? Мишну? Нет. Они... Это продолжалась традиция устной Торы, да? Но затем, когда увидели, что ничего хорошего не происходит, а становится еще все хуже, пришлось решать вопрос о том, чтобы записать. Вот. Иоханан Бен Закае прожил, тоже, говорят, около 120 лет и заложил прочный фундамент раввинистической, раввинистической, как мы говорим, да, системы, раввинистической системы. Хорошо. Рабан Гамлиель, сын Рабана Шимона. Рабан, это что означает Рабан? Большой равен. Да? Рабан, ан, суффикс ан, мы говорили, означает большой. Рабан, это большой равен. Поэтому большие авторитеты тогда назывались не просто рабы, а Рабан. И вот Рабан Гамлиель, сын Рабана Шимона Бен Гамлиели, был назначен главой Санхедрина. Глава Санхедрина тогда носил название Наси, то есть князь. Наси, князь. Дальше, после него, были его ученики Раби Илезер и Раби Егоша. А кто был учеником Раби Илезера, Раби Акива? Да? Да. Не Акива Коган, а просто Раби Акива. Да? Итак, значит, Раби Илезер были и Раби Егоша. Да? Вот. И сын, этот, ученик Раби Илезера, да, это Раби Акива Бен Иосиф. Вот интересно, что уже со времен Яханана Бен Закая исчезает традиция толкования Торы как использование Божьего откровения. Да? евреи начинают отрицать Божьи откровения. И решения принимались в Санхедрине большинством мнений. На основании того, что заповедано Торы, не отклоняйся от того, что скажет тебе, ни вправо, ни влево. Все свои силы Рабан Гамлиэль посвятил укреплению влияния Торы в народе и усилению власти Санхедрина. И Раби и Лизер он был брат жены Рабана Гамлиэля. Да, он был учеником и брат жены Рабана. Как это? Деверс, как это у них? Да? Ну, в общем, родственник, короче. И вот однажды он выступил против авторитета большинства мудрецов. И есть по этому поводу очень интересное место, да? Талут рассказывает об этом. В этот день Раби и Лизер привел все доводы, которые есть в мире и не приняли их мудрецы. Сказал, если я прав, пусть дерево докажет. Вырвалось дерево из земли вместе с корнями. Сказали, ему не приводят доказательства случая с деревом. Тогда он сказал, если я прав, вода докажет. Вода ворыки повернулась спять. Сказали, ему не приводят доказательства прав, пусть стены бейт медраша докажут. И стены наклонились, и рассердился Раби Егошева, который противостоял ему, помните, Раби и Лизер, и Раби и Егошева были учениками, да? Вот, Гавлиеля Второго. И они спорили друг с другом. И Раби Егошева сказал, что нет, мало авторитета за счет стен. И стены не выпрямились, и не наклонились дальше, значит, потому что и авторитет Раби Егошева был велик, и авторитет Елизера был велик. Вот, и тогда раздался голос неба, что закон всегда таков, как его формулирует Раби Елизер. И встал Раби Егошев и сказал, не на небесах Тора, а дана нам на горе Синай, поэтому мы не слушаем даже глаз небесный, ибо написано Торе, следуй за посредством. Кстати, так и толкует эту заповедь, тогда как в действительности в Торе не ходи за большинством. Заметили? Следуй за большинством. И мудрецы долго совещались, как сообщить Раби Елизеру отлучения. И его ученик, Раби Акива, принял на себя тяжелую миссию. И что же сделал Раби Акива? Закутался в черной одежде, сел неподалеку от учителя и спросил Раби Елизер Акива, чем этот день отличается от других? Вспомните, Маня и Штана, да, Лайла, здесь этот день. Акива ответил, мне кажется, что твои товарищи отстранились от тебя. Это мне только кажется. Как говорится, не хотели бы, так не набили бы, да? В том анекдоте, помните? Вот. Раби Елизер понимал, что только таким образом можно сохранить единство и узаконить мнение большинства, и поэтому он согласился с отлучением. Он покинулся от Хедри и основал Ешиву в Лоде, то есть альтернативную Ешиву взял. Спустя некоторое время Рабан Гамлиель плыв на корабле, разразилась сильная буря. Рабан Гамлиель сказал, Владыка мира, да известно тебе, что не для собственного почета и не за почета моей семьи я сделал это, а только, чтобы не умножать разногласий в народе. И сразу утихло разбушевавшееся море. Значит, чему учит эта притча? Отметьте, что эта притча записана в Талмуде это Агада или Галаха? Агада, да. Она ставит авторитет равенов выше Божьего откровения. Итак, вывод. Эта притча записана в Талмуде ставит авторитет равенов выше Божьего откровения. Что же в действительности происходило? Дело в том, что совсем недавно перед этим отлучением вызвали в КГБ Раби Элизера и обвинили его, ну, КГБ, не КГБ, не знаю, какой у Римлян в это время орган существовал, но, естественно, всегда аналогичный орган существует, правда? И обвинили его в тайном христианстве, потому что у Раби Элизера было много друзей среди христиан. и ему удалось отмазаться от официального объявления. Но когда он пришел в Синедрион, то члены Синедриона испугались. А вдруг Раби Элизер таки все-таки тайный христианин. Как говорится, дыма без огня не бывает. И был даже случай с Раби Элизером такой, что у Раби Элизера сына укусила змея. И он смертельно заболел. И все тогда знали, что если кто-то из христиан молится, то человек исцелялся. И Раби Элизер пригласил какого-то христианина. Но подошел Раби Акива к нему и сказал, что ты делаешь? Ты же хочешь поднять авторитет христиан тем самым. Подумал подумал Раби Элизер и отказал этому человеку, который должен был помолиться за его сына. И сын его умер. Вот оно в действии. Так что мы видим политическую подоплеку всего этого. Ну, это красивая сказка, но в действительности дело обстояло весьма серьезно. Даже самого Раби Акива обвинили. Там, где у Даниила, помните, и будут поставлены троны, да, небо будет раскрыто, и будут поставлены троны, где Даниил говорит о своем пророчестве, в иврите там троны стоят в двойственном числе. Вы знаете, что иврит, да, в русском языке троны неизвестно, какого трона. А Раби Акива спросили, кто же сядет на этом троне? Он сказал, говорит, на одном сядет сам Господь, а на другом сядет Машех. Но это же самое говорили христиане, что Иисус сядет отец отца. И все как закричали, Раби Акива, ты что, тайный христианин? Он говорит, да нет, ребята, что вы, да я просто ошибся, ну, дурь такая, беспопутал, как говорится, да? Все. И так этот отрывок остался непрокомментирован. чтобы вы поняли. Не так все гладко было, да? Были очень большие споры. И, да, политика зачастую, политика зачастую, она была больше, чем то, что происходило в действительности. Да. Итак, значит, следующим мудрецом был Раби Акива бен Иосиф. Он был интересной личностью. Примерно он был сверстник Павла, но прожил больше. Прожил, говорят, тоже 120 лет. Что-то они все по 120 лет жили. Не знаю, где тут правда, где тут выдумка, но, знаете, есть еврейская такая поговорка, чтобы ты жил 121 год. Почему, говорит, я не хочу, чтобы ты умер внезапно? Потому что, как написано в Торе, сколько человек должен жить? 120 лет, да. Если он меньше живет, значит, это уже его проблемы, как говорится, или болезни, или грехи, или что-то происходит. Вот. Ну, чтоб ты жил 120 лет. И в 135 году до Раби Акива с него живого содрали кожу, и при этом он читал молитву Шма-Исраэль. И с этого момента это происходило в городе Кесарии, и с этого момента все евреи в минуту смертельной опасности читают эту молитву. И вот Раби Акива в молодости, вообще до 40-летнего возраста, был меграмотным человеком. Он был пастухом и влюбился в красивую девушку. Девушка была дочерью богатого человека, и звали его Кальво Сауа. Кальво Сауа, значит, Кальво это, вы помните, сытая собака. Кальво Сауа сытая. Сытая собака, потому что говорят, что у него даже все собаки были сытые. Такой он был богат. И, вы знаете, любой нормальный человек, он стремится в нормальный еврей, чтобы у него были дети лучше и умнее, евреи, да? Смотрите, кругом дети евреи, адвокаты, врачи, да? Ну, никто не хочет, чтобы, знаете, это так просто говорят, что в детстве я хотел быть пожарным, или в детстве я был, хотел на паровозе, так сказать, быть вагоновожатым, или как это называется, на паровозе, машинистом, да? Вот, но почему-то, когда вырастают миллионеры, никто из них ни пожарным не становится, ездит, да? Все стремятся какое-то занять место, и наиболее лучшее на паровозе место, кто были, комментаторы Торы, да? Всегда стремились, чтобы их дети стали комментаторами Торы, и вдруг дочка выходит за неграмотного христианина, тем более из Галилеи, помните, мы Галилеи, к Галилея нам было отношение очень отвратительное, ну, разве что к Самарянам было еще хуже, и даже было, помните, поговорка, ничего из Галилеи хорошего не может быть, да? Ну, Галилеи, это были Чукчей, ну, это Чукчукчей, ну, жена хочет, что есть дочка моя хочет выйти замуж за неграмотную Чукчу, что она сам будет делать? И он ее выгнал, выгнал, и долгое время они бедствовали, говорят, что там он в 17 лет учился Торы, потом еще в 17 лет учился Торы, я не знаю, почему-то у них там за это время уже 5 детей было, по-моему, 3 дочери и 2 сына, так что я не думаю, что он там сильно долго, вот Путский был, говорят, что она даже продавала волосы свои на парики, чтобы хоть как-то заработать, и, в общем-то, получилось интересно, что он вместе с 5-летним своим сыном пошел в начальную школу, сыну было 5 лет, папе было 42 года, и он начал учить буквы, но за какой-то срок он стал таким большим мудрецом, что действительно переплюнул всех других мудрецов, и рабе Акива комментировал Тору, и в частности, если какие-то возникали проблемы, как выполнять какую-то заповедь, более сложным путем или более простым, да? Рабе Акива насколько мог, упрощал, потому что он был Галилеей, из простых людей, и он хотел, чтобы все заповеди Торы могли выполнять простые люди, помните, вы говорите, простым людям тогда было отношение плохое, если человек богатый, значит, он мог выполнять все заповеди, следовательно, у него был шанс спастись, а Амхарец, невежда, он там даже сказал, что нет невежда спасения, да? Есть такое высказывание? То есть, вот такой был Акива Бен Иосиф, и ему даже несколько раз приходилось ездить к императору в Рим, он даже участвовал в сборе денег для евреев, находящихся в Израиле, кстати, и Павел, вы помните, тоже собирал деньги, да? Ездил по различным богатым общинам и собирал для мудрецов Торы. Дробов Акивы был Раби Тарфон Акаген. Раби Тарфон настолько выделялся среди окружающихся, что его назвали отец всего Израиля. Раби Тарфон, в отличие от Раби Акивы, был богатым человеком. Акива только в конце своей жизни разбогател. И однажды он перепадал Раби Акиве значительную сумму денег для покупки земли, рассчитывая, что тот будет получать доходы от выращенного на ней урожая. А Акива взял и раздал эти деньги другим мудрецам, изучающим Тору, чтобы избавить их от забот о хлебе насущном. Спустя некоторое время Раби Тарфон спросил Раби Акиву, ну покажи мне наконец-то вот этот кусок земли. А Акива указал ему на мудрецов Торы. Раби Акива Тарфон решил, что это люди, продавшие Раби Акиве землю. Но Раби Акива объяснил, что все деньги он отдал мудрецам, для того, чтобы те могли спокойно изучать Тору. И Тарфон удостоился вечного дела. Как сказано, псалма царя Давида не скупясь давал он бедным, справедливость его прибавит вечно. И Тарфон согласился с доводами Акивы. Еще один Ишмаэль Бен-Элиша. Ишмаэль Бен-Элиша. Тоже из друзей Раби Акивы. Ребенком его захватили в плен и увезли в Рим. И когда в Рим приехал Раби Егошева, ему рассказали, что в тюрьме находится красивый еврейский мальчик. А если это был красивый еврейский мальчик, то какая ему в Риме грозила участь? Вы знаете, что у них там хомосексуализм процветал, да? И Раби Егошева, который в то время был в Риме, подошел к тюрьме и произнес сначала фразы из Танаха «Кто отдал тебя на разграбление община Якова?» Это Исаия 34 главы. И мальчик сразу продолжил «Разве не Бог, которому мы согрешили?» И сказал тогда Раби Егошев «Я уверен, что он будет законучителем еврейского народа». Он выкупил мальчика и увез его в Израиле. Вот такие примерно были еврейские мудрецы. Ну, вы помните, что после восстания Марковы для евреев настали плохие времена, да? А после того, как пришел к власти Константин, еще хуже, да? Вот. И один из императоров, который жестоко расправлялся с евреями, это был Адриан. Адриан, он как раз царствовал, когда был восстание Барковы, и в Бетаре запрещалось хоронить погибших. Бетар, последнее место, где сохранялись еще, последняя крепость, где были последователи Барковы. Иерусалим был превращен в реко-рымский город, но этого было недостаточно Адриану. Был издан декрет, согласно которому соблюдение шабата, обрезание и наложение тфилин каралось немедленной казнью. Римские ищейки выискивали людей, собирающих заповеди Торы, и продавали их в руки палачей. Особенно жестокими подвергались гонениям мудрецы Торы, которые продолжали совершать смеху, то есть возложение рук. И поэтому следующее поколение евреев выросло без Торы, ее заповедей. И тогда возник вопрос о том, что Тору нужно что сделать? Устную Тору нужно записать. Нужно записать. В 138 году после смерти Адриана римским императором стал умеренно настроенный Антоний Пи, которого прозвали Пи Благочестивый. Преследование евреев прекратилось, но евреи решили, что нужно все-таки продолжать исследование и прежде всего решить вопрос с календарем. Вы помните, что еврейский календарь довольно своеобразный календарь. И первоначально начало месяца устанавливалось просто. Помните? И начало праздников определяли в Санхедрине и потом с Иерусалима путем факелов доходили до всех мест. Иногда на следующий день. Поэтому по еврейской традиции некоторые праздники празднуют дважды. На два дня. Но во времена провоения Адрианом евреям было запрещено провозглашать наступление нового месяца. Поэтому мудрецы Вавилонии решили создать таки еврейский календарь. Ими руководил Ханания, племянник рабе Егоша бен Ханания. Ханания жил сначала в Эрис Исраэль, но потом в связи с гонениями вынужден был бежать в Вавилон. И в это время возник такой еврейский календарь, которым мы пользуемся сейчас. Довольно тоже сложный для вычисления, но довольно точный. Он, по крайней мере, был точнее Юлианского календаря, он не точнее Юлианского. А какой самый точный календарь вообще был придуман? Кто придумал? Самый точный календарь в мире, который еще никто не превзошел? Амар Хаям. Амар Хаям, он, кроме всего, был астрономом и придумал самый точный. Итак, мы говорили, что после 135 года уже нашей эры начали записывать то. Вначале эти были записи, такие вот записи учеников школ. И вот один из людей, которого звали Раби Егуда Ганаси, его еще назвали Рабейну Гакадош, или Святой Раби, Рабей Егуда Ганаси, это вы должны знать, и его ученики составили и отредактировали Мишну, это свод основных законоположений устной Торы. Значит, некоторые вещи, да, не вошли в Мишну, поэтому они стали как называться Барайты, помните, внешние Мишны или Барайты. Мишна была поделена на шесть частей. Мишна, записывайте, значит, 200-й год Ягуда Ганаси, да, записал Мишну. С 135-го года по 200-й год процесс был, сколько продолжался? Почти 70 лет, да? И вот в 200-м году это было завершено. Мишна состоит из шести основных частей. Вот эта одна часть Седер, Седер, да? Седер. Получается шесть частей Ши-Ша Сде-Рот Шесть частей Мишны Ши-Ша Сде-Рот Одна Одна Седер, да? Ши-Ша Сде-Рот То есть шесть Ши-Ша Сдерим, извиняюсь. Ши-Ша Сдерим, да? Сдерим, да? Сдерот женский Рот. Ши-Ша Сдерим это шесть разделов или ШАС ШАС сокращенно, да? Ш-С ШАС ШАС если вы услышите ШАС это тоже Мишна Первое называлось Зраим 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 это семена это все что касается сельскохозяйственных законов Израиля Зраим семена это все что касается сельскохозяйственных законов Израиля Вторая часть вы их запишите я не буду с вас требовать каждое название но должны знать что ШАС ШАС Дарим да? или ШАС это шесть частей Мишны Мишна делится на шесть разделов Моэд называется вторая часть Моэд это что означает праздник там говорится о субботних праздничных днях и еврейском календаре о субботних праздничных днях и еврейском календаре Моэд Моэд следующая часть называется Нашим Женщины это не только о законах женской чистоты и не чистоты но и вообще о законах семейной жизни о браке и разводе и так далее Нашим Женщины это законы о семейной жизни о браке и разводе третья часть нашей Женщины четвертое Незикин Незикин означает ущербы на конце Н потому что это арамейский язык у иврите было бы М на конце Незикин ущербы это гражданские и уголовные законы гражданские и уголовные законы но также они трактуют различные вопросы бизнеса да вот если люди вступают в какие-то взаимоотношения кто-то кому-то что-то должен знаете как еврейской анекдоте сара спрашивает абрам что ты не спишь да вот я говорю соседу должен он стучит 100 долларов должен отдать соседу стучит хайм абрам тебе должен был 100 долларов так вот он тебе не отдаст а теперь ты спи пусть он не спит то есть это все законы которые регулируют вот эти все взаимоотношения да бизнеса вот гражданские уголовные законы называется незикин незикин да третье нашим это о семейной жизни незикин это гражданские уголовные законы четвертый да пятое у нас кодашим кодаш святой да кодашим это законы о святом да в основном это жертвоприношение и храмовые службы и последнее тагород тагор означает чистый тагород 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 означает что законы о чистоте да о личной религиозной ритуальной чистоте о разных чистых нечистых вещах ну что например сделать надо с посудой да одну посуду надо разбить другую посуду надо обдать кипятком третью прожечь на огне там и так далее что в случае там чистого нечистого и уже эти трактаты делятся на более мелкие на более мелкие трактаты и так отметить что для нас единственная власть это что слово божье и мишна и талмуд это не слово бога вернее не только слово бога правильно сказать да там есть и божье дело и есть не божье поэтому это для нас важно если мы хотим в историческом плане или хотим действительно что-то более мудрое вот понять но для нас это не является авторитетом не является абсолютным авторитетом потом поднимем то есть чтобы вы должны знать что для нас что является словом слово божье хорошо для нас является основное слово божье и так мишна была закончена в каком году в 200 году в 200 году затем происходит как бы разделение одни евреи продолжают развивать идеи и находятся где в Израиле да другие евреи продолжают изучать в Вавилонии да поэтому они как бы немножко различаются что еще сделали мудрецы этой эпохи мудрецы этой эпохи значит сделали гемара гемара это что это гемара как бы комментарии на мишну гемара это обсуждение вот и эти мудрецы стали называться аморай 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 значит от слова амар амар это не рак который лазает да амар это означает говорить то есть те люди которые любили говорить но с другой стороны амар это художник поэт да это тоже творческая личность их стали называть я уже говорил аморай хорошо мудрецы да в единственном языке амора в отличие от танаев единственное число тана мудрецы иерусалимского талмуда мудрецы иерусалимского талмуда раби янай и его и два сыновья раби хие хиские и ягуда хиские и ягуда следующий шимон бен лакиш еще назвали его рейш лакиш рейш рош голова рейш лакиш рейш лакиш он говорят вообще-то был разбойником некоторые говорят что он был гладиатором но потом он покаялся и стал мудрецом торы да гладиаторы чтобы вы поняли в те времена гладиаторы это были не только люди которые брали брали в плен и их заставляли драться иначе бы их убили были там профессиональные гладиаторы которым это доставляло удовольствие да хороший гладиатор он получал свободу но некоторые продолжали заниматься этим с профессиональной точки зрения да зарабатывали деньги ну и мы еще удалось убивать нравилось бы сильным крутым вот из таких гладиаторов был да Бен Лакиш дети Раби Янай и двух сыновей Раби Хие Хиске и Игуда Раби Янай его его ученики сыновья Раби Хие Хиске и Игуда я сейчас подробно не буду о них всех говорить так сейчас у нас перерыв да Раби Хиске